и всем привет вы на канале блэк и рэббит и сегодня смазь и мафия разборки стрельба деньги дэйсюды движения вот продолжаем короче у нас был только один выпуск все только-только завязывается и еще непонятно какой дерьмо он вляпается но это если там связался с этими делами то однозначно однозначно вляпается томас его зовут томми или как его значит не помню первым у нас л у него пекарни на лонгмен стрит я понял это едем деньги забирать дань снимать типа а где вывести а все разобрался так на право здесь не посмотрели мы налево а как назад смотреть на лучших о нормальный тип так тут же на даче смотреть что при полицаев не было на машине и ты че делаешь где-то плачет малыш рафи дебилушка блюд вот и менты ну не знал по идее мне главное было чем следом и что ли вы на месте смотри как мы работаем там иногда все идет как по маслу но иногда нам пытаются дать отпор и тогда приходится импровизировать понял просто делай что я говорю машина сильно побитая аминда вывести ты серьезно что надо вывести ну вроде бы ничего такая так мафия в городе брать булочки привет дорогая она уже не та крошка так уважаемый мистер борторелли уведомляем что вы не выполнили свои обязательства по оплате займа срок оплаты задолженности прошел 15 июля 30 года мы не получили от вас ответы на просьба об оплате если полная сумма задолженности не будет выплачено в течение двух недель я буду вынужден поручить банку начать процедуру изъятия вашего дома из предприятия а дома и предприятия прошу принять соответствующие меры кристофер марчино менеджер банка грант империал вот так проблем какой была ее бабуля это здорово просто отлично у тебя никаких проблем нет может шпана достает нет нет ничего такого хорошо так ты их собрал деньги они там подсобки я сейчас домах возьмет а ты стой там чтобы мы тебя видели трудно выдался месяц и я беспокоился что не соберу сколько нужно а если у него бабок нету на оплату и банку изымать тогда как он нам он нашел бабки не подставали это ребятки подсобки вижу такую бабулю где деньги я сейчас это а как оружие вытащить дать ей битой по голове а тут никого нет там никто не прячется так ну тут вроде все тихо прошло увидимся через месяц скажи нам если что-то понадобится что угодно конечно сэм конечно и маме своей привет передавай лада а это тоже бумажка до светится про банк да все 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 я подумал что и после после прочтения она исчезает булочки куда так дальше по плану магазин старую джина китайская лавка наталу он еще не помер того гляди и поврет вроде там рулит его бремяне там на самом деле старого владельца зовут не юджином он китаец но его имя звучит похоже на юджин так что мы его так и прозвали когда-то поле разбил ему башку от прилавок году в двадцать седьмом да а весело было и с тех пор никаких проблем так вот если приглядеться увидишь кровь на прилавке и дняга так и не смог ее оттереть мы держим этих узкоглазых на крючке чтобы панда из чайна тауна понимали это наш город но с племянником юджином и пока не знаком может придется познакомиться ничего ничего подвинешься и не придать их вот здесь по нарушать это правило так минуты впереди вот он сразу видно чайна таун да фонарики такие эти крыши ну помочь стык листа розе Приехали. Сейчас я сам, сэм. Уверен? Да, уверен. Он хочет один разобраться? Когда Полли чем-то недоволен, ему нужно выпустить пар. Просто пусть сделает так, как он хочет. Вот такой он человек. По голосу понять можно. Порой ему надо давать шанс все сделать самому. Пускай порезвится. Понял. Так, 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 ясно. Я не могу с этой картой, короче, разобраться. Кто тут, да как. Ладно, в общем, ждем. А, там драка? Да, теперь племяннику Юджина не до смеха. Если Полли завелся, его не унять. Как-то раз мы прижали одного портного в Холбруке. С тех пор бедняга прикован к креслу каталки. Так, менты где-то. А вон полицейская машина. Так, а у нас тут все в порядке. Сейчас опрос посмотрю, проверю. Так, да, все. Все, ок. Вот и вон. Быстро управился. Поехали, пока нет копов, Том. Давай в мотель к Биллу. Племянник Юджина заплатит на следующей неделе. Еще и сверху добавь. И как он? Дормально. А прилавок? Ну, чутка крови и смачкана опять. И как сильно? Ничего, вытрет не развалится. Когда на ноги встань. Я, короче... Надюш, с нами надел еще раз, Том. У нас много историй о племянниках-китаязах, которые оттирают прилавки от собственной кровищи. Да. Я понял, короче. Не трудно? В смысле, не трудно? Не знаю. Я не знаю. Я не знаю, по правилам. Ну, по крайней мере, стараться. Зато эти коллапсы. По-твоему, это любому по силам? Мы с полей годами работаем на этих улицах. И тут приходишь ты, и думаешь, что сразу во все врубился. Я не говорил это, Сэм. Я... Ты первый день на работе. Ты даже не представляешь, что мы здесь делаем и как мы это делаем. Сэм, по-моему, ты... Нет, Полли. Этот шкет думает, что он теперь крутой. А я таких, как он, в землю зарывал. Думаю, тебе самое время извиниться, Том. Извиниться? Я бы, может, и извинился, если б не заметил, как ты лыбу давишь. А его проняло, Сэм. Точно проняло. Я отсюда могу унюхать, что он обделался. Не, не проняло меня. Когда малыш Тони пошел на дело в первый раз, он передо мной на коленях стоял, пока не понял, что я шуткую. Ага, ты справился куда лучше, Нюк. Так, а мы тут не вылетим с трассы при таких поворотах? Боже, ненавижу ездить за город. Ты вообще все ненавидишь. Но за городом не хуже всего. Почему заведение у нас в списке так далеко от города? За городом лучшее место для стрелок, карточных игр и вообще всего того, чем занимаемся. Мы должны забрать целый мешок наличных. Этот парень нам задолжал, понимаешь? А то босс будет в ярость. Да, это место приносит кучу бабла. Чем меньше внимания привлекает заведение, тем больше денег мы с него обычно загребаем. Недавно у мотеля началась новая жизнь. Там на пути, в Лост Хевен, останавливается кубинский ром. Его привозят прямо сюда? Ага. А потом мы продаем его в три дорога. Обмен проходит в мотеле Билла. Он под защитой у Сальери. Но боссы другим семьям разрешают им пользоваться. Даже Борелла? Да. Для поддержания мира. К тому же он так далеко, что всем насрать. Пока все получают свою долю, зачем кому-то мутить воду? Херва. Кто-нибудь уже начал тасковать по улицам и тротуарам какие? Похоже, ты не очень-то любишь природу, Поля. Но он ничего не любит. Ни гулять, ни в заперти сидеть, ни в городе, ни за городом. Терпеть не могу быть на природе. Скажем, принимать поставку бухла посреди какого-то поля. Всегда говна пока лето. Холод собачий. И темно хоть глаз выкать. Хорошо, что теперь ты с нами, Том. Сможешь делать все то, что поле ненавидит? Что ж, рад помочь. Что это Матэ, это далеко. Я тут пока буду башкой крутить, я куда-нибудь врежусь. Так, на свою полосу возвращаемся. Ну что, мы на месте. О, конечно. Подожди здесь, Том. Мы скоро вернемся. Давай. А что такое борзевшая, чуть не понял, блядь. Написано, не забыть. Том, Том, я ранен. Господи, поле. Скажи, Сальери, теперь это место наше. Капиш, только суньтесь. Закончится еще хуже, чем ваши дружки. Забери Сэма. Они выбивают из него информацию. Нужно отвезти тебя к врачу. Это подождет. Сперва вытащи Сэма. Ладно. Ладно, держись. А, Шарлетти, а что я? А как? А что, прям в парадку, что ли, входить? Или я могу как-то... Я не помню, когда стрелял в последний раз. Сколько таких видел на свою веку критик? Что? А, ниже надо спуститься. Может быть, этот парень где-то рядом. А, не пойму, он на улице? А, это подо мной, получается. Капец. Как сыпь от на... Опа, опа. Офигеть. Офигеть. Взять нож. А, не. Убита лучше. А как это тело взять? Может быть, пока, да. Может быть, пока там. Игорь. Может быть, пока там... Может быть, пока там... Игорь. А как это... я пока сейчас нам научусь так убивать пока никого не хочу дать к все еще там у меня у меня Блин. Проходи на них сбоку. Пару в бошку попал. А в чем разница? А, все. А что это такое? Педвыборная листовка. Да, перенесем городу процветания. Выбирайте Роберто Гелотти в городской совет с этого года. Это уважаемый гражданин Лос Хевена, владелец заводов и верфи, создатель множества рабочих мест, друг города, хороший отец и верный муж. Листочка, понял. Угу. 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 Ну проваливай сюда. Угу. 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 так ну все зато прошарим сначала здесь все посмотрим быренко а так можно было вот так зайти понял здесь ничего нет так патрончики у полуавтоматический пистолет вот это хорошо сэм досталось тебе дружище все будет хорошо ты же здоровяк я догоню урода а ты вези того с дыркой в пузе давай вставай не хер валяться внутри он жив у нас и 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 а че так не нужно было? я проиграл а ну все он полос я тут я тут я тут это я понял каково быть частью семьи ощутил цену такой жизни видимо прямо тогда и надо было сваливать но я уже не мог снова стать никем не пыльная работа не пыльная о 38 8 лет спустя интермедиа так вот значит как обычный водила в миг превращается в мафиози да просто повезло тогда и так не думал я припарковался на той самой улице где из-за угла внезапно выскочили по лесам так вообще бывает мне казалось что здесь не обошлось без высших сил ну если тебе от этого легче приятель все же тебе повезло смысле еще вчера ты был честным работягой пахал как вола все относились к тебе как иммигранту как куча дерьма а теперь у тебя полные карманы грязных денег сальери и ты уже хозяин жизни все не совсем так тогда сальери еще не рулил городом дон морелло зарабатывал в десятки раз больше него покупал копов политиков судей а кого не мог купить запугивал чтобы не мешали да уж он и правда заставил весь город ходить на цыпочках вы слыхали про джоу из сухаря его имя было в деле морелло боксер да да тот самый и че вот эти бабки он себе что ли прикарманил говорят тем утром джоу ехал на тренировку и может замечтался о чемпионском поясе да чтоб тебе урод спишь за рулем ты что ли ты смотри а иисус мари господи дон морелло я не знал что это вы кто то еще мог проезжать здесь на редкой иномарке джоу и нет дон простите меня я ехал очень медленно то есть это я виноват нет нет сэр просто я ведь просто это моя первая авария да уж ремонт обойдется не дешево да ничего страшного сэр колеса в порядке только бампер погнулся мой брат сможет хренеть да уж это все слухи дружок я знаю что морелло зашибал кучу денег на поражениях джоу и сухаря все так и есть и все же морелло разбил бедняги череп и бросил его труп посреди улицы что-то не сходится может дон считал что карьере джоу и конец или пугал других чтобы платили вовремя дон савери считал что морелло теряет рассудок когда взбешен у тебя были другие проблемы с людьми морелло сперва нет когда меня приняли в семью все было спокойно бывало проучали парней которые хотели отжать территорию но в остальном все как обычно толкали бухло давали защиту частенько собирали дань по мелочи но врать не буду иногда мы отрывались по полной это интересно честная игра 32 год доме спасибо что пришел так быстро не за что босс я слушаю скоро гонки ты в курсе да конечно поле сэм поставили деньги на на нашего майки дана да точно хороший парень но задиристый и деньги тратить не умеет пару лет назад майки взял у меня в долг хотел поменять колеса гонять на старом хламе по карьеру я подумал заведу хобби я люблю тачки оказалось майки лучшее вложение он выигрывает гонку даже если пешком идет потом он занялся серьезными гонками и я начал время от времени ставит хорош но не скоро я вернулся деньги слухой да сэм сказал парень силен так и было мы сделали всех соперников ральф узнал что теперь в гонке будет новый участник парень из европы и тачку у него пошустрее нашей что мы можем потерять кучу денег но дело не только в них много уважаемых людей обращаются ко мне за советом все они поставили на майки будет новый черный вторник если он продует ну для всех кроме морелло типа он стоит за европейцев я в этом уверен мне поговорить с гонщиком не выйдет морелло хорошенько его спрятал к тому же если он исчезнет или сольется наши ставки сгорят все заводят что гонки подставные что насчет тачки как раз они доме ральф знает охранника трассы поезжай туда ночью забери машины европейца пригони нашему механику он там поколдует и верни назад без проблем босс а если я буду возвращать ее обратно и что-то со мной случится мне нравится друзом учиться случится так 3 сентября 32 года гонка все ближе важнейший день спортивного календаря вот-вот наступит в лос-хевене стоит при стоит прекрасная погода город залит солнечным светом и на автодроме ожидается рекордное количество зрителей знаменитый немецкий гонщик мартин лихтенберг взял паузу международных заездах чтобы бросить вызов кумиру лос-хевеном майку да ну поклонник поклонники гонок уже дрожат от нетерпения ну базар у них гонка должен быть такой мощненькая по накалу страстей я с тобой был он тебя домой отвез но не для тех девок ночью спокойно был для тех девочек бону вон сына эй томми сегодня важный день да ты уже видел как гонки такое не пропустишь сальери не даст морелла лишить его победы так нет сэр это будет ему уроком и так сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика мой друг бобби охранник дашь ему на лапу он покажет где тачка и отвернется пока ты ее увозить молодец твой бобби точняк есть один парень лука бертона перегони тачку ему это под мостом джулиана он ее типа подкрутит и завтра гонка станет интереснее потом я пригоню тачку назад и бобби больше не придется отворачиваться но поторопись бобби заканчивает в час тридцать а его сменщик мудак мудак все понял если тебе нужно оставить тачку там где ее никто не найдет пригоняй ее в гараж карла его наконец-то расчистил спасибо буду знать так открой гараж чтобы выбрать машину давайте откроем шуберт какой-то у нас а как менять смит в 12 чикаго вот это да и дыртик изменить и какой-то тут же мощность еще есть так максималка 145 106 2 лошадные носилки то 130 так это еще 100 весит а это в два раза больше не вот это возьму пусть на чуть послабее но она полегче по-другому 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 все THOMPS вы это вы Продолжение следует... 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 Я не знаю, он зацепился за моим колесом. Я буду, короче, всех нахер распихивать. Так, ну четвёртый. Давай-давай-давай, Анжела, поехали. Давай-давай, я третий. О, хорошо, я второй. Теперь надо просто ехать. Нет, не собираюсь. Офигеть, да ладно, и вот конечная пьема. Да, да, да. Хорош. Офигеть. Офигеть, я думал, даже сначала надо будет начинать. Вам сегодня везёт. Эй, Томми, тот наш чемпион. Эй, Том, хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода, если б не ты быть не бездомным. Я сделал то, чего хотел Дон Лука. Ну, я всё равно тебя отблагодарю. Загляни как-нибудь в мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Конечно, спасибо. Я знал, ты не подведёшь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. А Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Бат, ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Выпьем, мальчики. Подружка-то есть? Вот это была гонка, да? Вот так. Нет, но я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Бетонные башмаки – это когда ноги в бетон и в речку, чтобы не всплыло. Так что, выпивку с тебя. Вот, теперь хоть на обложку. Спасибо. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно надрился, как бы чего не учудил. Ладно. Доведу его до дома. Так, начнем ля-ля-ля-ка с этими. Отсюда. С конца. Да. Ты водила от бога, Тон. Винни, ты Полли не видел? Он говорил, что хочет пожрать. Типа бухло заесть. Но боюсь, здесь не столько канули. Друзья, сезон окончен. Трасса закроется в шесть. Пожалуйста, покинь его. Так, пожрать, да? Он захотел так, но… Чё это мне скажешь? И другие твои дружки уже выпили половину моих запасов. Ты его нашел? Ищу, ищу. У тебя так легко это вышло. Ага, легко. Двадцать лет назад здесь были первые гонки. И мало кто смог доехать до финиша. Это все машина Альф. Я лишь указывал ей путь. Эй, ты видел Полли? Не. Он вроде говорил, что хочет есть. Ладно, хорошего отдыха. Так. Хорошо, Том. Ну, хавать это вот. Столы здесь, да? Начинаются. Том, твоя победа оплатила год школы для моей дочки. О, рад помочь семье Калетти. Что ж, празднуй победу. Только присмотри за пулей, пока он не опозлился. Да понятно. Насколько бухла, да? Вот это Альяшкин. Так. Так. Молодец. Чемпион. 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 И два на ногах стоял. Да, слышал. Первый раз у нас на гонках. Год назад трех моторов было слышно из окна моей квартиры. Но на трассе я раньше не бывал. Так, чувак, ну-ка. Как она себя вела на обратном пути? Раз пять пыталась боком уйти в стену, но обошлось. Ты нигде не видел Полли? Он был здесь минут пять назад. Выглядел так, будто смерть своего вида. Похоже на него. Спасибо, Лука. Полли, Полли? О, дирижабль. Дирижабль? Ага. Фладок бачок. Ох, нифига какой автомобиль. Танцули. Там ту-ту-ту. Там ту-ту-ту-ту-ту. Там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. слава богу ты здесь если твой друг не придет себя кто-нибудь вызовет копов да похоже поле уже пора на финиш тут 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 не знаю но вот считаю что тебе пора закругляться пока ты все тут не заблевал идем чемпион хочу мне вывести надо давай поле нам в тачку надо ты молоток томми классно будешь я был прав не ошибся в тебе что ты сказал более я сказал он классно водит это парень классно водит и вот мы здесь это точно и вот мы прямо здесь мне даже неловко то погляди на себя ты теперь ну типа гонщик победитель новичка везет с тех пор как ты в семье у тебя все тип топ а знаешь почему просто мы с эмом оберегаем тебя от серьезных дел вот как ты не знаешь как это бывает тебе приказывают явиться к дону и тебя прямо всего трясет я делал жуткие вещи то мы все тут заодно я делаю то что приказывает дон точно так же как и ты ты похож на меня не можешь просто отключать эти мысли выбрасывать их из головы как сэм и приходить домой будто ничего не было поле ты пьян перестань болтать пока ничего лишнего не наговорил ты брав ты брав да и мне бы сейчас девку в этом я тебе не помогу отвези меня к девкам давай в голубые тропики давай ка лучше домой поедем мост езжай через мост на остров отвези меня к девкам отвези к сладким красоткам по моему лучше сейчас отвезти тебя домой круто совсем другой видел бы ты девчонок забил не душ сам плавай среди этих пираньи поле ты лучше расскажи куда мне черт возьми ехать нет не знаю ты меня домой привез может мам может ты ну да это хорошо придумал ладно я тогда сладких снова здоровяк давай еще . блюют сара а это там баба на 1 звонок ты последний том тебе налить и еще не пойду домой и томми пока ты здесь могу я попросить тебя об услуге да луиджи в чем дело проведи мою дочь домой сару я думал она сама кого хочешь проводит да она такая но знаешь возле дома стала оживаться какая-то чертова шпана кати в эрогации хомяк предстает к прохожим сара девушка с характером она может ляпнуть что-то что им не понравится и делать реальне если проводишь ее эти козлы уяснят что она дону как внучка не вопрос луиджи почту за честь да что происходит том том проводит тебя неужели работа такая на всякий случай ладно если тебе так спокойнее пап . увидимся завтра я возьму пальто буду ждать снаружи давай бери пальто пальто шмальто булочки бутылочку вискоряна меня провожать не обязательно мы же все равно думали встретиться вечерком ну да не волнуйся о том что он может подумать ребенок я вам на пальто векает вы же многое поведал ведь ты кто чуть не как расскажи почему ты таскаешь еду и я ее готовлю и мне решать что с ней делать поле это не одобрит может завтра настанет день когда он сам приготовить себе завтрак ну так ничего можешь постучать в дверь конечно не только две руки с ноги сара это мне да но боюсь там меньше чем в прошлый раз этого хватит но на думать что ты ангел да он не любит когда еда пропадает зря а это ну конечно это доме сара вас много рассказывала надо же ты теперь знаменитый гонщик то все тебе говорят да она права все все ладно джульет не пускает дом сквозняки увидимся в церкви бумагу глухо ходить так тут чуть не то на каблуках дом у меня есть жена я знаю что если вариант снять каблуки то она их не чтобы дома в каблуках ходить но такое себе это было очень мило увы у нас в квартале многие голодают сегодня прекрасный вечер для прогулки только не стоит погибать из-за меня постарайся выжить и это все ты водишься с бабником сэмом тропани и все чему ты научился это прекрасный вечер для прогулки разве я не прав на пожалуй прав ничего что я сзади тормози спасибо а как же мой букет постой я провожаю тебя домой по просьбе луиджи когда у нас будет настоящее свидание будет и букет возможно если отец не запретит мне встречаться с кем-то вроде тебя думаю он и так знает луиджи да не эти парни уже давно ко мне пристают я тебе не говорила знал чем все закончится но стоило сказать отцу и он назначил моим защитником именно тебя так что да он знает значит как я и думал проблему меня не возникнет будь он против ты бы сразу понял я знаю что стало с моими бывшими брак стороны типа магазин наркотиков что значит я твой я старалась тебе оберегать томи анжела самого начала а давай сходим куда-нибудь завтра вечерком может в кино или еще куда-то и ты получишь букет я не против оу привет красотка да ты нам изменяешь отвали не надо огрызаться куколка так и быть пусть твой хак смотрит парни у вас проблемы проблемы у тебя раз ты вздумал увести нашу тёлку похоже вы не понимаете с кем имеете дело придурки даю вам последний шанс не испугал мы знаем чей-то человек может по молодости сальери и был крутым но сейчас он старый бердун морелло его со дня на день спишет со счетов я справлюсь без сальери в одиночку говно вопрос вы слышали его давай иди сюда дерьмо кусок ммм так погоди погоди дай палку хочу взять хочу палка это избить чё с ножом что убирать драка есть драка ну скажу мутай берегу сказал тип с другой в руке ой томми моя очередь надеюсь ты крепче своих дружков ну что получил тупой урод неплохой бук справа молодец а тоже даст основных до этого пойдем ко мне домой я посмотрю перебил не чудо может зайдешь чтобы я тебе помогла все думал когда пригласишь притормози парень я просто подлатаю тебя давай садись на диван закатай рукав принесу иголку с ниткой не так уж и плохо дать что-нибудь от боли нет я в норме больше не делай так как ты понимаешь о чем я том пусть следующий раз поле тебя штопает выпить есть подарок от дона ничося вот так потерпишь немного да конечно хорошо не хочу чтобы потом старуха соседка жаловалась хозяевам на шум только поскорее ладно в таком деле спешить нельзя чем хуже шов тем страшнее шрам вот как часто рано что было только отца моя мать частенько его изводит и не прибухи то сейчас там и там вышлишь крестиком тарелок напишу какие-нибудь ему руку спицей прямо насквозь зачем просто потому что было ревнивые пьяни не в ухо дурты все в мать не лучше шов ну вот почему по крайней мере он будет напоминать не о тебе ты останешься здесь не хочу чтобы ты выходил в таком виде эти уроды ищут тебя по всей округе как скажешь у тебя нет лишнего деяла нет и отопление нет ну ладно ладно тела мурлыкала мурлыка глава бродина сара сара пора привыкать кстати по поводу привыкать у нас так все работает все включено за время вообще забыл нельзя это терпеть сара в порядке босс я был с ней работала здесь когда еще было ребенком своей дочери у меня нет там и она все готов ради этой девочки я тоже и все мы точно босс все ради луиджи и сары я не понял им здесь страны лунопарк или что да я их голыми руками разорву мы даем людям защиту но кто станет нам платить если узнает что мы даже наших близких не можем уберечь так что нам нужно делать научите их уму-разуму переломайте им каждую косточку сделайте инвалидами разукрасти их рожи так чтобы родная мать не могла взглянуть без крика и где они торчат знакомый коп говорит что надо поискать чай на тауне большой биф явно знает томми зайди к вине и подбери что-нибудь встретимся у бифа да сделаю бросьте эту шваль посреди улицы все должны уяснить что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе будет сделано босса ну он правильно базаре по сути то кто-то из них еще может быть на нашей территории я проверю убрались ли они с района а ты в 30 сбив мы сейчас пойдем тогда разукрашивать этих ублюдков мы на этом выпуск заканчиваем ребятки не забывайте поставить лайк обязательно лайк вот кто не подписался подпишитесь и по возможности комментарии с вами был блэк рэйбель всем пока пока